Всем привет! Все мы любим игры Blizzard. Мы находим в них множество элементов, достойных нашей любви. Харизматичные персонажи, множество отсылок, большое сообщество, продуманный бэкграунд вселенных и конкретные сюжеты повествования в играх. Сегодня мы поговорим о Старкрафте. Он заслуженно известен как киберспортивная дисциплина, но сейчас мы вспомним, за что мы полюбили его уже очень давно. Многих из нас привлек в игру сам сеттинг с космическими путешествиями и инопланетными расами. Но полюбить Старкрафт нас заставила острая и запоминающаяся сюжетная кампания. Мы проведем расследование о том, какие события Blizzard взяли из мировой истории, и в частности, истории Соединенных Штатов Америки для основы сюжета своей игры. После прохождения сюжета первой и второй части сложно однозначно сказать, о чем были эти игры. Можно сказать, что Старкрафт – это игра о самых честных чувствах, например, любви, если вспомнить о Джиме Рейноре и Саре Керриган. Можно сказать, что это история о войне и выживании на манер холодного будущего 40-го тысячелетия. А можно сказать, что это история о политике, столкновении целей и амбиций лидеров. Конечно, все эти версии вполне оправданы, но наше расследование мы начнем с другой интуиции и улики. Вполне ясно, что Старкрафт – это популярная научная фантастика, и на первый взгляд он полностью оправдывает свой жанр. В игре разработчики, во-первых, предлагают нам историю, которая происходит в недалеком будущем, но в далеком, чужом для людей месте. Во-вторых, показывают там встречу человечества с расами, для которых это место является домом. В-третьих, в этой истории человечество открыло для себя новые технологии, которые изменили их мировоззрение. Так, погодите, вам это ничего не напоминает? После выявления этих трех базовых установок, легко заметить, как Blizzard ловко воспроизводят контекст зарождения Соединенных Штатов Америки. Колонизация и далекий от родной Европы континент есть. Неизвестное ранее коренное население есть. Технологический взрыв и изменение представления о мире есть. Обратите внимание, что сюжет первого Старкрафта как раз и начинается с межколониальных конфликтов. Но разработчики явно не хотели сделать колонизацию главной темой своей игры, хотя без нее это было бы невозможно. Об этом нам говорят следующие улики. Колоритный образ старого доброго шерифа с револьвером. Аутентичный салун и бар, в котором играет Сауферн Рок в исполнении группы Линьердски Нерд. И напоследок конфедерация, государство тиранов, в котором начинаются события первой игры. Оно изображается с немного измененным флагом конфедерации Южных Штатов Америки. Думаю, для вас уже все стало понятно, не так ли? Да, действительно, Blizzard воплотили в Старкрафте не только колонизацию нового света, но и образование там независимого государства. В нашей истории Америке до ее полного оформления предстояло пройти не только через войну за независимость, но и через гражданскую войну. Правда, в сюжете Старкрафта сложно найти параллели с войной колонии за независимость от земного правителя. Разработчики решили сделать конфедерацию свободной сразу. Но все-таки можно предположить, что организации Сыны Кархала – это аллюзия на действующую в те времена радикальную группировку Сыны Свободы. Огромное внимание со стороны разработчиков получила история гражданской войны в США. Войны Севера и Юга – самой кровопролитной войны в истории Америки. И да, в ней победили северяне, тем самым образовав Соединенные Штаты Америки такими, какими мы их знаем. Нам не хочется много говорить о причинах реального конфликта, ограничимся лишь указанием на то, что каждый его участник после получения политической и экономической свободы старался заполучить более выгодные позиции в дальнейшем сосуществовании, в частности по организации труда и освоении новых территорий. Неудивительно, что этот сюжет было легко перенести в Старкрафт, где людям постоянно нужно организованно колонизировать и обживать новые планеты. Флаг конфедерации сегодня – очень скандальное изображение. Через него любят обличать пороки современного общества. Правда, во времена выхода первого Старкрафта эта дискуссия не была столь распространена. Для сюжета Старкрафта и его посыла важно вспомнить, что же значил этот флаг совсем недавно. Обычно его ассоциируют не только с США, но и с исторической и культурной памятью о славных временах и героях прошлого, с воинской доблестью и, конечно, горестным вкусом поражения. Это очень странная смесь эмоций кроется за этим флагом. Но остается непонятным, почему Близзард решили выбрать именно его и конфедерацию для изображения того государства, против которого предстоит бороться в первой игре. К слову, сюжет для первого Старкрафта писал никто иной, как Крис Мэтсон, гений геймдизайна, который действительно наполняет воображаемые миры так, чтобы они могли жить и без участия своего создателя. Показательно, кстати, и то, что в одном интервью он сказал следующее. «В компании Зазергов я хотел передать дух шекспировских трагедий и Ветхого Завета одновременно». Итак, ответ на наш вопрос, видимо, следует искать в главном событии для всей серии. Предательство Сары Керриган Арктуром Менгском и рождением Королевы Клинков. Кстати, посмотрите, как Арктур сильно похож на знаменитого генерала Южан Роберта Ли, а его сын Валериан Менгск похож на Андуина из Варкрафта. Ладно, это просто плохая шутка. Миссия, в которой происходит смерть Керриган-человека, называется Новый Геттисберг. Хотя события миссии происходят на столичной планете Тарсонис, где происходит бойня и террор над конфедератами. А открывающий ролик задания крупным планом демонстрирует нам флаг конфедерации на каком-то космическом корабле, который взрывают повстанцы. И на первый взгляд кажется, что это просто отсылка к самой масштабной битве при Геттисберге, которая произошла как раз в ходе Гражданской войны в США. Но то ведь была очень значимая битва, которая стала последней для многих южных генералов, и которая стала провалом стратегического решения конфедерации. Что же Матсон хотел сказать, когда привел эту метафору для самой важной миссии в Старкрафт? Может быть, это должно было символизировать победу над конфедерацией в сюжете игры? Но ведь следующим же шагом он дает нам понять, что не конфедерация является злом, и что ее поражению не надо радоваться. Может быть, это и не метафора из истории к игре, а использование игровой ситуации как метафоры к нашему миру? Неужели Матсон хотел показать, что те, кто стали победителями под лозунгами освобождения от угнетения, и есть те самые настоящие тираны? Показательно и то, что конфедерация пала и в нашем мире, и в мире Старкрафт. А еще то, что Рейнору и нам, игрокам, сначала пришлось воевать против конфедерации, а потом и против тех, кто ее уничтожил. И, конечно, после этой миссии и падения конфедерации мы уже знали, чего ожидать. Формирование нового государства. В нашей истории так родились Соединенные Штаты Америки, а в истории Старкрафт – доминион тиранов. Видимо, в этом и заключается немного жуткая ирония Криса Мэтсена. Сначала он решил не описывать события войны за независимость будущих штатов от англичан, а после называет новое государство доминионом. А это слово как раз таки и значит фактически независимое государство в составе Британской империи. Таким образом, Старкрафт – это удивительная сага, сюжет которой проработан не меньше, чем механика игры. Действительно сложно сказать, о чем эта игра и какую мысль хотел донести гений Криса Мэтсена до нас. Но сегодня мы постарались дать свой ответ на этот вопрос, использовав параллели между всемирной историей и сюжетом Старкрафта. И если использовать все вышесказанное, то можно сказать, что Старкрафт – это история о верности политическим и личным традициям и идеалам. Это история о протестах и реакциях. Это история о границах решимости и терпимости, из-за которых зачастую и приходится признать – главные монстры – это люди. Именно поэтому Старкрафт смог стать живой игрой, которая найдет отклик у каждого человека. Ну и на этом у нас все. Это были все исторические параллели в сюжете Старкрафт, которые мы смогли вспомнить. Если же мы что-то упустили, обязательно напишите об этом в комментариях. Жмите пальцы вверх, ведь вы знаете, насколько это важно на сегодняшнем ютубе. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы ничего не упускать. Видео у нас выходят каждый день. А еще у нас есть сайт и второй канал по вселенной Варкрафт, ссылки вы найдете в описании. Ну а если вам очень понравилось, вы можете поддержать наше творчество на сайте Патреон. Как всегда, спасибо, что заглянули, мы ценим ваше внимание. И до встречи в следующий раз здесь, на канале XDelayt. Субтитры создавал DimaTorzok